Тайбериум Ворс 3 Тайбериум Ворс 3 Тайбериум Ворс 3 Приветствую вас! Активация Крови Богов прошла успешно. Зараженная планета в стадии возревания. Поправки внесены. Курс на планету. Запуск двигателей произведен. Тактический анализ. Туземная цивилизация крайне нестабильна. Активация Крови Богов приведет к стерилизации планеты. Определены координаты очагов распространения Крови Богов. Приказ идем на снижение. Транспортники активированы и направляются к месту высадки. Конец страха и рождения надежды. Реакция туземцев враждебна. Возможность уклонения минимальна. Транспортники атакованы. Приказ распустить строй. Повреждения незначительны. Сборщики не пострадали. Продолжаем операцию. За нами. Высадка. Преждевременно. Приступаю к сканированию. Туземное население оказалось аномально жизнеспособным. Придет перерождение. Рекомендую отменить операцию. Ах! Боевые действия запрещены. На данный момент прецедентов выживания туземцев после активации крови моглов не имеется. Продолжайте операцию. Повелитель будет заинтересован. Это выполнить невозможно. Задача операции заключается в обороне пределов. Выложительный конфликт с противником не был предусмотрен. Отклоняйся. Нейтрализуйте все силы аборигенов. Не дайте им добраться до узлов связи. План принят. Всем нашим отрядам отен приказ. Провести диверсионные операции в центрах скопления туземцев. Ну вот такая вот предыстория. Компания довольно-таки короткая. Здесь всего 4 миссии, насколько я помню. Но они довольно насыщенные. И с самого начала вам дают понять, что шутки шутить никто не будет на максимальном уровне сложности. И первое задание это Лондон. Почему они называют, правда, население землетуземцами? Ну там была надпись, что произошел анализ языка. Возможно, они и культуру людей также за несколько минут буквально все просканировали, изучили. Ну и воспринимают их как аборигенов, как какую-то недоразвитую цивилизацию, которая стоит ниже них на несколько там, может быть, тысяч даже ступенек в развитии. Ну и естественно, если они путешествуют по галактике на сверхсветовых скоростях, то... Что против них человеческие технологии? Да ничто. Нанести удары по местам наибольшего скопления аборигенов, чтобы отвлечь внимание от строительства предела. Так, нам по умолчанию дает среднюю сложность. Мы, конечно, ставим максимальную и... Начинаем. В ваше распоряжение поступает небольшая группа войск. Задача нападения на крупнейшее скопление аборигенов, расположенное на острове у побережья континента 3. Одновременно будут нанесены удары по другим крупным скоплениям. Цель операции — отвлечение внимания от строительства пределов и устрашения местного населения. Применяйте средства наступления обороны. Уничтожайте все обнаруженные формы жизни. Ничего себе, размерчик! Боже мой, это сдержение! Ничего себе, быстрее, вперед! Прикажите уничтожить аборигенов в этом регионе, чтобы спровоцировать ответный удар и оценить обороноспособность противника. Надо уничтожить нам здание здесь. 15 штук. 15 построек надо ликвидировать, и мы получим подкрепление. Это только начало миссии. Как видите, большая часть карты закрыта, только одна. Четвертая часть, видимо. Дома надо уничтожать не просто так, а для того, чтобы потом грамотно поставить оборону и базу. Ибо напор даже в первой миссии здесь довольно серьезный будет со стороны ГСБ. Так, БТРа поехали. Войска у скринов, ну, пехотные мне не очень нравятся. Мне больше всего... Мне больше всего импонирует у них именно авиация. Вот это реальная мощь. Так, с домами. Дальше вот этого желательно бы не уничтожать, потому что они потребуются для обороны. Бульдоги. Так, осталось еще уничтожить... Вот эти дома. Сбреем. Четыре дома. Задание выполнено. Отлично. Гаступни новую область. Гаступни новую область. Сейчас прилетит база к нам. И начнем строительство. Прибыло подкрепление. Поступило сообщение. Итак, вторжение. Надо уничтожить обнаруженные вражеские войска и производственные постройки. Для выполнения этой боевой операции нам следует развернуть там базу. Объект отоплен. Данные двери отбили. Да, развернем. Получим на дополнительное заказание. Уничтожить здание парламента. И Биг Бен. Строить надо быстро. Атака будет уже в ближайшее время. Со стороны противника. И укрепляться надо уже прямо сейчас. Войска могут спокойно бегать по Тиберию. В отличие от ГСБ и Нот у скринов. Так, что там подобно задачам? Парламент и Биг Бен уничтожить Букингемский дворец и построить три ускорителя роста в центре каждого поля. Окей. Попробуем выполнить все, естественно, на золото тоже. Все как обычно. Строительство завершено. Развертывание невозможно. Доступны новые постройки. Строится. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Так, соль, не дверь нам нужна, а врата. В этой миссии есть определенная специфика. Но о ней я сейчас поговорю чуть позже, когда я все построю. Строительство завершено. Эта штука ускоряет рост Тиберии на месторождениях. И делаем быстро улей. Именно улей, потом фотонную пушку. Но сначала надо поставить несколько улей. Потому что с одной базы будет идти пехота, с другой техника. Но улей выпускают рой, который отвлекает на себя огонь. Противник сейчас у нас вырубится. Скорее всего. Энергоснабжение, но ненадолго. Еще. Нас уже пытается отколоть. Местные аборигены, но их рой очень быстро ликвидирует. Так, закрываемся здесь тоже. Защищаемся. Строим теперь дверь, чтобы получить доступ к анти-теху. Строительство завершено. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Строится. И пока что собираем здесь Тиберия. Никуда не суемся. Вон уже пошла техника. Но сейчас у меня будет готов уже и анти-тех. Здесь у завода будут войска ремонтироваться. Просто так их... Эй, 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 эй. Ты что тут встал? Строительство завершено. На базу, на базу, на базу. Так, конечно. Просто так их прорвать не получится в лоб. Там нужно создать огромную армию. У них именно анти-пехотная и анти-транспортная направленность обороны базы. Поэтому отковать мы будем авиации. В этой миссии она максимально... ...идеально подходит для... ...уничтожения противника. Так, надо создать парочку еще шагающих танков. Это анти-пехота у нас. Все нормально. Делаем мозговой центр. И сейчас... Для начала протокуем мы с вами... ...букингемский дворец. ...обороняют их войска очень высокого ранга, поэтому... ...максимального третьего. Поэтому там все непросто. Будет именно с прорывом, но мы справимся. И после этого мы можем попробовать захватить... ...будет верхнее месторождение Тиберия. Так, давайте-ка, ребята, вы как-то вместе, что ли, пойдете. Оборону мы поставили. Мозговой центр тоже ставим. Теперь строим аэродром. Надо несколько штук поставить будет. Все, пошли. Потому что ресурсов с нижнего респа может банально просто не хватить. Ну, или придется копить. Копить я не особо люблю. Видите, они были третьего ранга со звездой. Теперь попробуем его разрушить. Тем самым мы не тратим средства на, видите, производство крыльтой техники. Ну, только минимально на ремонт наших... ...турелей. Вот видите, здесь довольно все плотно защищено. Две базы против одной. И у нас нет ни аннигиляторов, пока что ни разрушителей. Есть из авиации только буревестники. Ну, неплохой в целом самолет. Так, стоп, нам нужен еще один генератор. Лучше два. Гемский дворец пока разрушается довольно медленно, но я особо никуда не спешу. Так, делаем буревестников. Легкая авиация, эффективная против военной техники и авиации. Ну, и здание неплохо разрушает, когда их много. Видите, им приходится стоять здесь и разбираться с роем, который на них наступает. И если у вас есть несколько турелей, то так или иначе какие-то добираются и технику сжирают. Не давая приблизиться. А вот эти дома не дают выйти на прямой прострел, который я оставил. Ну, и здесь аналогично, то же самое происходит. Кстати, они снесли нам экстрактор. Ну, ладно, мы его можем потом достроить. Третье поставим поле. Может быть, даже четвертое сможет сделать. До того, как заберем. Строительство завершено. На базе напали. Второе месторождение. Я вообще обычно не использую ходки. Я об этом говорил. Мне неудобно назначать группы для войск. Но с буревестниками тут дело обстоит иначе. Если их не забиндить, то они расползутся по всей карте. И потом вы их просто заколебаетесь искать. И поэтому будем ставить на группу здесь. Фактически это самолет, который свободно перемещается по карте. Фига себе, там Букингемский дворец. Такое ощущение, что какой-то бункер. Не можем его стрелять уже 3 минуты, наверное, по времени. Все, есть. Деньги нам немного перевели за топ-задание. Четвертый аэродром. Так. Ой-ой-ой. Как не вовремя. Тихо, тихо, тихо. Идет ремонт. Строительство завершено. Идет ремонт. Идет ремонт. Так. Здесь мы разобрались. Поставить аннигиляторов для защиты. Здесь тоже, потому что техника у них уже и сверху пошла. Поднимаем. А, стоп. Штаб дает тоже сколько-то энергии. Надо еще один генератор поставить. И делаем буревестник на весь лимит. Аннигиляторы очень борзые. Начинают атаковать без приказа, даже в режиме обороны. Так, теперь надо уничтожить Биг Бен. Здесь тоже довольно приличная защита, поэтому пока мы вернемся. Давайте сделаем еще немного антипехоты. Разберемся с ней. Там много ракетчиков высокого ранга. Денег практически не осталось. Но за счет экстрактора довольно быстро Тиберия прорастет. В общем-то нам особо много-то и не нужно. На базу напали. Может быть, конечно, мы их расстреляем такой огромной оравой. Но потери возможны. Плюс они сейчас еще будут отсюда, вот перед через мост. Так, биндим на единицу. Чтобы потом их не потерять. Птичках они довольно слабо, конечно, бьют. Особенно трехранговых. Да, и вот видите, один самолет таки сбили. Возвращаемся. Подремонтируемся и вернемся еще раз. Видите, еще не все самолеты готовы. На базу. На фон. Или нет, не сбили. Это что-то там другое было потеряно. Хм, ну что, мы можем поднять наш штаб и сейчас сгонять. Вот сюда вот. Ой-ой-ой, ты-то что тут делаешь? Приехал. Ну, надо тоже поставить оборону, естественно. Минимальную поставить на одну зону сброса и все будет отлично. Объект атакует. Да не вылезайте вы так далеко. Доступны новые постройки. На базу, на панель. Да неужели? Без второго месторождения. Ну, можно, конечно, пройти. Я могу сейчас даже разбомбить, но я хочу побольше средств набрать. Вон, уже бегут еще. Но это, по крайней мере, не золотые. Это, по крайней мере, не золотые ракетчики. Средств не хватает, приходится копить. И опять-таки уничтожили экстрактор. Никак не успокоиться, не угомоняться наши аборигены. Можем попробовать уничтожить еще и Биг Бен и получить тем самым дополнительное финансирование. Видите, уже бегут прям в наглую мне на главку. И можем уничтожить пехотную базу. Правда, они ее прикрывают. Своя техника, если мы с ней нападем. Все, есть. Биг Бен уничтожен. Ракетчиков много. У них ПВО, конечно, здесь довольно слабое. Так. Вступаем. Вот видите, приехали БТР прикрывать. Сейчас мы будем собирать уже с двух месторождений. И тут уже будет получше делом стоять. Еще одну дверь поставим. Точнее, врата. Это для ремонта подразделений. Буревестники все отремонтированы. Полетели. Дальше бомбить их. Здание они тоже отстраивают, поэтому надо уничтожать именно... Вот видите, пожалуйста. Сказал, а они уже отстроили. Надо уничтожать генштаб прежде всего. Опять приходится отступать. Объект потерян. Строится. Строительство завершено. Еще пяток сделаем. Благдень сейчас есть уже. На базу напали. Объект атакуют. Строится. Строится. Подготовка. Строительство завершено. Подготовка. Строительство завершено. Подготовка. Недостаточно средств. Надо стоять. Экстракторы. Строится. Куда ты пошел? На базу напали. Объект атакуют. Взлетаем. Видите, бесконечный спам идет. Обожаю такие миссии, когда у компа неограниченное количество ресурсов. Это всегда так будоражит. Назарм он сейчас очень быстро отстроит. Поэтому сначала их уничтожит. Потом ракетчиков. Потом уже генштаб. Минус одна база, но вторая уже не так хорошо защищена. Там ракетных подразделений нет. Да, есть бульдоги. Есть. БТР, но они, видите, уничтожаются буревестниками крайне легко. Убавляется оборона. Лучше контролировать, иначе они улетят в другую сторону. И могут попасть под огонь вражеской технику. Так, возвращаемся на починку. Объект атакуют. Строительство завершено. Строится. Так, осталось разобраться со второй базой и успеть воткнуть здесь еще, не забывать, ускоритель роста. Прежде чем мы ее уничтожим, иначе доп-задание мы не выполним. Уже этого не хотим. Хотим выполнить все задачи. Ускоренов дорогая техника, но на мой взгляд она все-таки похуже. Ну, за исключением анигиляторов под счетами, чем в ГСБ и УНОТ. А вот авиация у них, конечно, хороша. Безусловно. Ну че, начнем с... Начнем с анигиляции. Еще один заход буревестников. Быстренько мы уничтожим завод. БТР, которая здесь выходит с второго завода. Ну и все, они, в общем-то, беззащитны. А вот если атаковать ее по земле, то потери будут, конечно, гигантские. Колоссально это будет очень долго. И ресурсов может просто не хватить. Так, надо еще один воткнуть и... Дальше мы их убиваем. Давай, 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 достраивай. Есть. Втыкаем и... Задача выполнена. Уничтожаем все на своем пути. Вот он застроил завод еще. Один. Теперь можно уже уничтожить и главку. Генштаб. Бульдога вывести. Ну и все. Задача выполнена. И мы победили, выполнив абсолютно все задания. Задания выполнены. Данные были обновлены. Но, согласитесь, для первой миссии было довольно непросто. Но, как бы, предполагается, что это у нас уже, как бы, третья компания, поэтому здесь мы уже осведомлены обо всех особенностях игры, раз прошли и компанию за ГСБ и за НОД, поэтому вас сразу бросают в горнил боевых действий без всякой раскачки. 23 минуты 59 секунд нам потребовалось, чтобы пройти эту миссию. Эффективность боевых действий 16-69. Войск противника уничтожен 217. Потеряно 13. Всего лишь 26. Постройка противника разрушена. Две потеряно. Это были как раз вот ускорители роста. Ну и денег собрано 57946. Золотая медаль за основные задачи. Золотая медаль за дополнительные. И золотая медаль за разведданные. Следующая миссия Мюнхен. Но это уже в следующем эпизоде. А пока давайте подсчитаем. Данные нашей разведки. Все системы в норме. Функционирование всех боевых, транспортных, промышленных и добывающих единиц в пределах нормы. По завершению 9210 циклов стая с поля. И 1959 циклов перелета на досветовой. Негативных эффектов замечено не было. Рядом с созревшим скоплением крови богов были основаны комплексы первичной обработки. Но это они имеют ввиду Тиберий. Неожиданное открытие. Прогноз развития событий после детонации крови богов. Количество скоплений искомого вещества на ожидаемом уровне. Полное вымирание туземной популяции. Вероятность самоуничтожения или вымирание 97% и более. Состояние на текущий момент. Детонация произведена. Скопление в зачаточном состоянии. Удавляющая часть поверхности планеты заселена активными цивилизациями. Класса 4-5. Уровень развития вооружения 17-4. Что бы это ни значило. Но для них это туземцы. Предположение. Сигнал, поступающий от крови богов, преждевременен. Отвлекающие маневры. Дезорганизуйте и уничтожьте туземное население, чтобы не дать аборигенам добраться до узлов связи и линии пределов. Цель номер 1. Основные населенные пункты туземцев. Цель номер 2. Организованные отряды сопротивления скопления военной техники. Цель номер 3. Любое проявление туземной цивилизации в районах скопления крови богов. Цель номер 4. Все второстепенные населенные пункты туземцев. Продолжительность данной операции имеет четкие временные рамки. Если желаемый результат не будет достигнут в кратчайшие сроки, успех всей экспедиции окажется под угрозой. Ну и вообще считаю, что если до нас долетят какие-то инопланетные цивилизации, то... Ну да, для них мы будем, естественно, примитивной формой жизни. По уровню своего технического развития. Но наше оружие даже не сможет им повредить. Здесь и ГСБ, и НОД, в общем-то, могут нанести урон их кораблям, их постройкам. Я думаю, что там будут такие силовые энергетические поля, которые будут просто аннигилировать любую материю, которая будет до них долетать. Будь то пуля или там ядерное оружие. То есть все это будет бесполезно. Но здесь это сделано, в общем-то, в угоду просто геймплею. Если бы их нельзя было никак повредить, продамажить, то смысл тогда, если против них воевать было. Все бы было кончено. А тут вроде как у человечества есть шанс. Люди переоценивают свои возможности. Я так думаю. На мой взгляд. Ну что ж. Надеюсь, что данная серия вам понравилась. Если да, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, на основной и наполнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok